итак здоровенькие булы ну и вот собственно этот геймпад от той первоначальной неудачной playstation 2 которую я взял в начале и там короче как оказалось ее и разобрать целая проблема и фрейм сибут она там короче не работает без конкретного чипа проблемная консоль ладом ее получилось разобрать я бы чип естественно заказал какой надо и впаял бы ну блин хрена разберешь а повредить мне ее все-таки неохота плюс еще и геймпад этот оказался не совсем рабочим но он хотя бы оригинальной я его решил естественно отремонтировать потому что так вообще конечно вещь хорошая потому что все-таки оригинальный как бы не китайский вот сейчас я его подключу и посмотрим как он работает собственно вот консоль включена без диска и как видно вот эти вот стрелки работают старт селект по моему тоже работает стики скорее всего работают но все остальные вот эти вот кнопки не работают то есть я вот в меню в основном ничего не могу сделать абсолютно ни хрена ну и собственно теперь буду его разбирать и там покажу в общем то что с ним не так разбирается он элементарно 6 шурупов собственно так и показывал ты реально оригинальный джойстик сони ну и собственно по внутренностям сразу видно что это именно оригинальный джойстик да соответственно их оригинальных джойстиков существовало несколько ревизий ну по сути две насколько я знаю у одной из ревизий вот этот разъем для подключения шлифа он как бы с защелкой то есть этот шлейф можно снимать ну и там платка немножко по-другому выглядит вот а здесь это мою первоначальная версия или наоборот ну неважно в общем то здесь этот шлейф не снимается соответственно его и дальше можно разобрать китайские джойстики они естественно выглядят совершенно иначе то есть там нету никакого этого пластика там просто одна сплошная платка к ней все подсоединено там нет никакого шлейфа вот в этом кстати пожалуй даже плюс этой китайских джойстиков то что у них нет шлейфа потом поймете почему непонятно вообще зачем здесь этой шлейф почему нельзя было тоже сделать платкой соответственно что я сначала пытался делать я прозванивал провод прозванивал несколько раз провод он абсолютно целый да и собственно учитывая его толщину и то какие там проводки в общем-то сложный вот он будет порвать и прям такие толстые упруги поэтому дело точно не в проводе да кстати моторчики я уже отпаял чтобы было проще потому что вот моторчики что один из минусов моторчики здесь не отсоединяются и во время разборки они потом болтаются вот это вот неприятно конечно так пластик здесь опять же по сравнению с китайским джойстиком здесь пластик более более крепкий и более толстый также здесь еще стик вот этот вот работает нормально а вот этот вот уже немножко такой то есть здесь судя по всему резинка она немножко стопталась скажем так и он уже не так хорошо пружинит что возможно я его тоже отпаяю пружинку немножко растяну смажу там почищу и не знаю посмотрим вот соответственно что я сделал дальше я попытался прозвонить именно вот этот шлейф допустим сюда один щуп ставишь и там куда-то куда идет вот эта дорожка сюда я казалось что действительно просто-напросто некоторые из этих дорожек они не звонятся то есть где-то здесь обрыв я думаю что обрыв вас где-то возможно здесь но в принципе это действительно маловероятно и как я почитал говорят что стираются именно вот эти вот сами площадки вот если попытаться прозвонить крестовина как мы помним работает и вот один из контактов от крестовины здесь раз-два-третий здесь вот он третий отлично звонится а теперь попробуем вот это вот область прозвонить вот этот допустим проще всего будет он здесь четвертый то есть это почему-то звонится а ну собственно да вот этот общий он идет повсюду но возможно где-то здесь он еще целый потому что он прям повсюду вот так вот идет вот досюда прям доходит здесь он уже не озвонится так что да обслеживаем его вот он короче и как видно он не озвонится а это точно он то есть видите даже если это не он то он вообще нигде не звонится некоторые говорят что можно промазать эти места этим каким-то клеем как он там проводящим электричество знаю но я сейчас хочу просто попробовать раскорябать здесь немножко то есть да здесь он типа стерся но будет ли он звонится вот здесь вот интересно то есть да видите это реально он вот здесь вот он звонится а потом он идет дальше здесь он тоже все еще звонится а вот здесь уже не звонится то есть все здесь его уже нет короче суть в том что ломается каким-то образом на шлейф это вот зеленая хрень судя по всему реально она стирается соответственно поскольку здесь она не отсоединяется то придется выпаивать весь вот этот вот разъем и припаивать новый который я уже заказал но к сожалению я заказал немножко не такой но об этом чуть позже ну собственно первоначально нужно эту фигню отпаять и здесь собственно мне очередной раз пригодится мой новый паяльник с вот такими вот разными жалами здесь вот как раз такое длинное с длинным жалом можно было вот так вот раз провести вот флюс это обычная канифоль растворенной в спирте ну собственно вот немножко выровнять все дорожки теперь этот шлейф нужно уже отсюда вытащить ну можно особо не жалеть потому что все равно его выкидывать вот такой вот он вот этот шлейф он туда судя по всему просто впаян вообще не вытаскивается и как я купил с ней им на замену я купил вот такие вот китайские шлейфы даже 10 штук стоит всего 200 рублей соответственно вот его рабочая сторона не знаю насколько они качественные насколько они функциональные то есть будут ли они реагировать на силу нажатия вот но тем не менее это единственное что можно собственно сделать поэтому что есть то есть и купил вот такие вот разъемы но здесь я как это у меня постоянно бывает затупил потому что когда одеваем сюда шлейф у него рабочая сторона только одна то есть он вот так вот туда одевается и вот так вот загибается а рабочая сторона у него собственно получается сверху но вот эти вот разъемы у них контактная сторона снизу то есть его вставить вот так вот рабочая сторона то есть контактная сторона оказывается внизу и вот в этом не собственно затупил потому что я на это не обратил внимание есть такие же разъемы но там короче контакт сверху то есть также вот вот ножки снизу, а контакт сверху. А здесь ножки снизу и контакты снизу. И, соответственно, мне придётся извращаться. Я попробую его разместить вот так вот, то есть вверх ногами. Но, надеюсь, он как-нибудь всё-таки припаяется, потому что контакты там всё равно получается близко к этим вот площадкам и, возможно, удастся его всё-таки припаять. Соответственно, вот эти вот я отломаю, потому что они будут вверху, и от них никакого смысла. Так, собственно, немножко по-другому я решил действовать. Я хотел сперва припаять, потом уже клеить. Ну, думаю, лучше будет наоборот. Сперва его приклеить. Клеить я собственно буду вот так вот, чтобы вот эти вот контакты на разъеме буквально только-только дошли до вот этих вот площадок. При этом нужно его клеить так, чтобы либо с этой стороны, если отмерять то, чтобы со второго контакта шел. То есть вот так вот. Не вот так вот, а вот так вот. Либо проще мерить с этого контакта. То есть, чтобы последний контакт на разъеме касался последней площадки. То есть вот так вот еще раз. Ну и соответственно, не забыть то, что на разъеме контакты должны быть опять же сверху. То есть вот так вот. Соответственно, я сделал уже эпоксидку. Буквально каплю развел. Возможно, можно было и скотчем сделать двойным каким-нибудь хорошим. Но у меня его нету и как-то эпоксидки я больше доверяю. Совсем каплю нужно нанести, чтобы она не растеклась и не залила контакты, не залила, что не менее важно, вот эту вот защелку. Потому что если она сюда попадет, то, понятное дело, потом эта защелка просто не закроется. Так что буквально тут совсем каплю тоненьким слоем нанести. Я ему, кстати, дал уже немножко постоять, чтобы он не был настолько текучим и не затек туда, куда не надо. Ну и собственно, прикладываю его. Но самое главное, чтобы именно контакты были в нужном месте, чтобы потом его было удобно паять. Вот так вот. Ну и я хочу еще сбоку вот здесь вот нанести, но для этого нужно что-нибудь тонкое. Вот, собственно, все ровно он стоит, короче. Так, ну вот, собственно, приклеился разъем этот. Естественно, эпоксидка очень крепко держит, так что он теперь отсюда никуда уже не денется. Да, немножко сюда все-таки затек на вот эту вот защелку клей. Но буквально вот по краям. Тут чуть-чуть и тут. Я его отсюда аккуратненько иголкой откорявал, так что закрывается он нормально. То есть открытый и закрывается. Ну и, собственно, все. Теперь буду паять. Поставлю его как-нибудь удобно. Ну, вот здесь, собственно, мне понадобится вот такое вот жало тоненькое. Ну, так же я нанесу флюса, точнее, канифоли. Точнее, флюса, точнее, лоли. Точнее... Да, здесь бы освещение получше хотелось бы. Так, ну, кстати, один контакт припаялся. Я надеюсь, вы видите, то есть реально видно, что он как бы мостик проходит. Да и второй тоже. Ну, вот и третий. Четыре. Теревый. Шестой. Теревый. Возьми. Девятый. Десятый. 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 Главное следить, чтобы не было спаек. То есть не следить, а стараться их не делать. Так, ну вот, в общем-то, я сам и сделал спайку. Но теперь придется его отсосом ее убирать. Хоба. Я их оставил на штучки. Один штука. Вот и все, собственно. Ну, это так, чисто для большей крепкости. Ну и, собственно, вот что получилось. Спайк нету вроде. Контакт везде есть. Ну вот, ну сейчас по-быстренькому накину все. То есть полностью собирать не буду, просто посоединю и проверим, работает нет. Так, собственно, поддеваем эту фигню. Ее, кстати, уже можно окончательно поставить, потому что, блин, зашибись будет, если она сейчас еще не влезет. А, нет, там просто утоньшение. Нужно пропихивать. Все равно она как-то здесь выпуклая становится. Что за фигня, блин? Ну ладно, контакт этот туда нужно продеть. Хоть подрезай их, блин, чего они вот так вот сделаны. Ну, собственно, самое главное. Вставляем этот шлейф в разъем. Хоп, вот так вот он вставляется. Теперь и защелкивается. Ну, в принципе, пойдет. Так, ну вот, джосик, собственно, подключен. Так же, как и раньше, работает вверх-вниз. Ну, теперь работают и функциональные клавиши. То есть треугольник, назад. Х вот тоже нажал. Ну, то есть все работает. Но на самом деле на этом с ремонтом этого джойстика еще не покончено. Так, ну вот, собственно, следующая проблема. То, что левый стик, как видно даже по грибку, он явно использовался гораздо чаще, чем правый. И из-за этого, там, судя по всему, немножко уже стопталась пружинка. Поэтому он не такой упругий, как правый. То есть правый он такой прям, он же звонкий такой. Вот, поэтому, собственно, придется его отпаять. Опять-таки, мне тут пригодится лавоотсос. Ну, и так же, соответственно, все нужно скачать флюсом, чтобы проще было отпаивать. Вот, показывать весь процесс, естественно, тут не буду уже, потому что тут уже все гораздо проще. Не, не получилось. Вот, то есть, видите, этот контакт запросто освободился. И этот, он тоже свободный. И этот. Вот эти вот крупные, видимо, с ними придется... Так, ну, в общем-то, все я их освободил. А вот с этими большими, четырьмя, я не сразу догадался, в чем там вообще дело. Ну, вот, ну, дело не в том, что они не освобождаются. Видно, они освобождаются от олова. Ну, суть тут в том, что они вставлены сюда, а потом еще и провернуты вот так вот. Поэтому нужно их сперва, первоначально освободить от олова. А потом еще взять плоскогубцы и в нужную сторону развернуть. Только там нужно смотреть, в какую они сторону завернуты. Вот, вот так вот. То есть, видите, теперь он параллельно отверстию. То есть, отверстие, оно плоское вот так вот идет. А она, сам этот штырек, он завернут и получается вот так вот. Поэтому его нужно развернуть. Вот, второй тоже развернул. Ну, и вот так вот, собственно, их все нужно развернуть, а потом еще дополнительно Все оставшиеся головы убрать Так, ну в общем-то все Фактически все они отсоединились Некоторые из них нужно немножко пошевелить Потому что они могут головоотсосом отпаяться Но держаться еще буквально на волоске И их немножко пошевелить И они полностью освобождаются Вот эти два основные Они тоже соединились, как видно Но вот эти два проблемные И полностью развернуть их по-нормальному Точнее не получается И олва все оттуда не выходит Придется их именно по старинке О, пошел Ну вот и все, собственно Какой же проблемный, а? Ну в любом случае это гораздо проще, чем Когда я выпаивал на том китайском джойстике Своим старым паяльником Это, конечно, вообще ад был полный Ну и теперь разбираем, собственно, этот стик Ну тут, как обычно, эти ушки Да, здесь видно, кстати, даже металл На порядок толще, чем на том китайском Ну и все, собственно Его тут ничто не держит больше Да, собственно, видно тут Куча мусора Из-за того, что он постоянно использовался Очень интенсивно Пластик, он трется друг от друга Всякая крошка там металлическая Пластиковая Вот, ну тут, кстати, конструкция чем-то напоминает Тот китайский джойстик дешевый Но она все-таки более массивная такая Ну, судя по всему, пластик здесь более качественный А может даже дело не в резинке То есть не в кружине, а в том, что просто стерлось Тут все Но в любом случае Это все нужно Прочистить Протереть Ваткой или салфеткой Со спиртом Также не лишним было бы разобрать вот эти вот Потому что там тоже, собственно, может быть мусор С ними надо быть аккуратно Они могут легко сломаться Вот это все тоже внутри нужно протереть И потом собрать вот этот вот все Корпус внутри тоже нужно будет протереть Так, ну вот, собственно, я все почистил Вот эти вот Вот так вот они в собранном виде Выглядят именно вот так Вот, ну и с этим, что стало понятно Дело тут не в расслабленной пружинке А именно вот в этой вот фигне Которая разболталась То есть от интенсивного использования Судя по всему, она просто стерлась И вот теперь вот так вот болтается В правом стике видно то, что Никакого зазора там между ними нету То есть, видите И она никуда там не болтается Поэтому, да, в общем-то Разбирать его и пытаться восстанавливать Особого смысла, конечно, нету То есть, если с ним уже что-то случилось Лучше его просто заменить Это и гораздо проще То есть, просто выпаял точно так же И впаял новый Вот, железочку эту тоже снял Но мусора там, конечно, было до хрена Он, конечно, и так работает И будет работать дальше Но лучше было, конечно, его заменить Так, ну попробуем Как он звенеть будет, нет? Не, нифига Но эту стертость уже, естественно, никак не восстановишь Вот, собственно, вставляем Вот туда прижимаем покрепче И, в общем-то, сразу можно паять Также, естественно, наношу немножко флюса Потом где-то все отмою даже Хотя раньше никогда ничего не отмывал Потому что раньше у меня такое свинство получалось Что что-либо отмывать просто не было смысла Все равно говно получилось Сейчас даже как-то более-менее получилось Поэтому охота все прям по-нормальному сделать Нормально припаялась В принципе, можно даже не отмывать Но я же хочу, чтобы все выглядело прям профессионально Поэтому берем немножко спирта И оттираем Как видно, все уходит Буквально на глазах На ходах Так, все-таки меня не устроил вариант С обычной смазкой Этого вот левого стика Потому что, да, он работает Но все-таки не настолько круто, как вот этот Собственно, я решил его выпаять Вот он, собственно Вот они два Абсолютно одинаковые Вот, и я решил все-таки его заменить На один из тех Который покупал для ремонта Того дешевого китайского говно-джойстика Который покупал себе для компьютера Еще давным-давно Ну, есть на канале видео И, как я там показывал Они очень хорошие То есть, я один из них разобрал Показал их устройство Конструкция у них просто охрененная И работают они тоже просто офигенно И вот, собственно, один из них Это вот второй А первый я поставил на замену левого стика Уже стершегося То есть, видите, они немножко отличаются И вот этот, то есть, вот видите Оригинальный правый И вот теперь левый Охрененно работает То есть, очень четко Очень резко возвращается на место Прям с таким звоном Вот, то есть, теперь прям зашибись Вот эти вот датчики я оставил Оригинальные, то есть, зелененькие Ну, и вот так вот, собственно, я его отмыл То есть, никаких следов в канифоле Ничего Вот так вот он теперь работает Прям как новый Единственное, что сам грибок Немножко стершийся Ну, как я уже показывал Он явно очень сильно задрачивался И поэтому даже стерся рельеф у него Ну, в принципе, это фигня Как бы А так стик просто охрененный Так, вот последнее, что я еще решил Модифицировать Это наклеить вот этот вот шлейф На двойной скотч То есть, чтобы он не просто болтался здесь А чтобы четко держался на двойном скотче Конечно, это не лучший вариант То есть, он такой толстый На пенке Лучше, мне кажется, использовать Плоский двойной скотч Но что-то у нас другого не было Поэтому... И, как я, в общем-то, уже говорил Судя по всему Немножко придется подрезать Вот эти вот штуки Потому что они там, получается Немножко подушкой В общем И вот с этой стороны, где видите Здесь она отрезана ровно Под зеленую штуку А здесь не ровно И здесь, вот где она не ровно Я думаю, ее и нужно подрезать Надеюсь, все будет нормально Так что теперь нужно аккуратно Ровненько приклеить Так, ну, собственно, вот Все склеил Ровненько Можно ориентироваться Вот по этим штукам Которые раньше были держателями Вот здесь вот тоже То есть, все соответствует им Значит, все ровно Так, тоже она ровно Нигде не вздоборяется И в этом, собственно, суть моей идеи О том, что Когда она здесь свободно болтается Мне кажется, из-за этого Она еще может быстрее стираться Может, конечно, это никак не повлияет Но вполне может быть Тут также, где я подрезал Тоже теперь все ровно прилегает И они вот так вот не становятся А так его просто собрать невозможно было Потому что ты их придавливаешь Они тут же обратно оттопыриваются И он просто не собирается, джойстик Вот, ну и теперь я, собственно, его соберу Тут уже показывать нечего Припаяем моторчики эти обратно Так, ну и все Джойстик собран В общем-то, собрался без проблем Кнопки нажимаются нормально Единственное, крестовина стала такая То есть, если здесь нажатие такое четкое Крестовина такая, как бы Более стала жесткая Ну, потому что, опять же, скотч Он толстый Но, по крайней мере, сами кнопки не нажимаются Это самое главное, в общем-то Естественно, ничего там не болтается В руках, конечно, очень приятно ощущается Вот, но и осталось его только проверить Так, ну и вот, собственно, небольшой тест В единственной игре, которая есть на этой снимке Все работает, собственно По крайней мере, вот эти кнопки пока что Что только они задействованы Start, Select тоже, естественно Так, вот X, это, собственно, газ Вибрация, я чувствую, тоже работает Стик, как видите, тоже работает Вот камера вот Shift-3 здесь, походу, вообще ни за что не отвечает Поэтому, по-моему, по идее, блин, они тоже должны работать Вот эта смена камеры Ну, короче, все работает Тоже все работает Вибра, конечно, говно полное Тем не менее, джоксик работает Теперь он полностью установлен Ссылки на все необходимое для ремонта будут в описании Вот, естественно, то, что я сделал с двойным скотчем Это уже чисто мой эксперимент Это я не говорю, что нужно обязательно всем делать Вот, я считаю, что, вот как с мышкой я сделал, да Когда я ее ремонтировал, скролл Я в качестве эксперимента тоже там наклеил скотч Как мне казалось, в теории, это должно воспрепятствовать попаданию пыли туда И скролл должен работать дольше И действительно, с тех пор, с того момента, как я это сделал Она до сих пор работает И я ни разу ее не открывал и не ремонтировал Так что проводить эксперименты, таки я считаю, полезно И мне кажется, это должно оказать некий эффект Но, опять же, это чисто мой эксперимент Я не говорю, что так делать нужно Это уж как хотите, собственно Ну, собственно, на этом все Покедую, плюбля